Австралийцы Ник и Гордон недавно получили долгожданную работу в престижной компании. Места для них нашло государственное агентство. Оба мужчины страдают аутизмом, и поиск работы для них всегда был похож на битву. Проблемы начинались уже на собеседовании. «Заходишь в кабинет, где сидит незнакомец, и тут же впадаешь в панику. Они думают, что этот человек не смотрит в глаза, поэтому ему нельзя доверять никакой работы». Сотрудники правительственного агентства объясняют работодателям, что у людей с аутизмом есть преимущества. Благодаря этому австралийские компании чаще стали нанимать таких работников. «С нашей непредвзятой точки зрения, эти люди обладают необходимыми нам навыками. Они высококвалифицированные специалисты, и нам нужны такие сотрудники». Мужчин взяли на работу в компанию «Сервисы с Австралия». Ник работает программистом, Гордон – аналитиком. «Было только одно место, которое мне интересно, и меня взяли первым. Замечательно». По мнению экспертов, квалифицированные специалисты с аутизмом способны решать очень сложные задачи. «Люди с аутическим расстройством охотно следуют правилам, и они пунктуальны». Аутизм возникает из-за нарушения развития головного мозга. Обычно людям с таким заболеванием трудно даётся социальное общение. Однако у некоторых аутистов симптомы недуга слабее, и такое состояние называют расстройством аутического спектра. У супруги Фердинанда III Луизы Марии и сестры Наполеона I Элизы Бонапарт есть больше общего, чем просто титул герцогини Тосканске. Обе жили во дворце палацца Питти во Флоренции, и обе оборудовали свои ванной комнаты по последнему слову техники того времени. Теперь же галерея Уфица решила реставрировать спа-центр этого палаца. «Вот у нас мраморная ванна с перилами, украшенная сусальным золотом. Кроме того, все липные рельефы рыб напоминают природу и воду». Здесь нет струй со сжатым воздухом, но есть позолоченные сопла в виде морских чудовищ, с которых может течь горячая вода. В то время это была инновация. Чаны были сделаны из самого дорогого карарского мрамора и украшены лепниной. Статуи заказаны у лучших местных мастеров. Также есть механизм, который позволял герцогине поворотом позолоченной ручки открывать и закрывать жалюзи наверху. «Эту ручку использовали для открывания жалюзи, чтобы впустить свет. Это была очень современная технология для тех времён, потому что изнутри, не вставая и не надевая халат, можно было просто повернуть ручку и створки открывались». Ванну Луизы Марии называют первым в мире джакузи. Её окружали фрески со сценами из древнеримских терм или ванн. «Это действительно было джакузи неоклассического периода. Конечно, сжатого воздуха там не хватало. Но с точки зрения роскоши там были оригинальные скульптуры самых известных художников того времени». Власти города надеются, что вскоре после кропотливой работы над лепниной и фресками это великолепие снова будет открыто для публики. Итальянский стартап решил помочь жителям Рима переждать карантин, продолжая при этом покупать товары в любимых магазинчиках, лавках и киосках. Он создал онлайн-платформу DAE, которая отдаёт предпочтение не крупным супермаркетам, а небольшим торговым точкам. При этом товары доставляют не более, чем за сутки. «Мы подумали, что попробуем дать возможность этим магазинам работать более организованно. С одной стороны, мы хотели, чтобы они выжили в условиях, когда на улицах стало крайне мало людей. С другой, мы хотели сохранить связь между людьми и их любимыми продавцами». В рамках одного заказа клиент может оформить доставку хлеба из любимой пекарни, мяса из лавки по соседству, фруктов из другого киоска и даже товаров для животных из специализированного магазина. Изначально платформа охватывала только один район столицы. Затем покрытие расширилось. Сегодня в базе уже 120 магазинчиков. «Она обеспечила мне широкую огласку в Facebook, где у меня нет страницы. Я заметил, что объём работы увеличился. Она помогла во время карантина, когда работы было очень мало». Основатели стартапа говорят, что планируют сохранить услугу и после окончания пандемии. «В этот период люди не выходят из дома из-за COVID-19. А потом они будут заняты работой в офисах и другими делами. Мы предлагаем жизнеспособную альтернативу крупным сетям. Если вы хотите качественных продуктов, то их нужно покупать на рынке. И мы обеспечить именно это качество, которое крупные сети не гарантируют». Когда стартап основали, в нём работало три человека. Теперь уже 15. В Африке растёт число погибших в результате нашествия тропического циклона Элаиза. Шторм ударил по Мозамбику в выходные, после чего ослаб, двигаясь внутрь континента. В регионе начались наводнения. В Мозамбике погибших шестеро. Повреждено более пяти тысяч домов. Тысячи человек были вынуждены бежать. В соседнем королевстве Сватине, ранее известном как Свазиланд, две жертвы. Трое погибших в Зимбабве и один на Мадагаскаре. В ЮАР повреждена инфраструктура. Это провинция Элимпопо. Здесь обрушился мост. «Мы переходили реку по этому мосту, ходили в магазин в другой деревне». «Мне очень грустно. Я очень зол, потому что мы больше ничего не можем сделать». В регионе продолжаются проливные дожди. Метеорологи предупреждают, что это грозит новыми сильными наводнениями. Элаиза также принесёт ливни на юго-запад Ботсваны. Напомним, в Мозамбике и Зимбабве люди до сих пор не оправились от циклона Идай, который обрушился на регион в 2019 году. Тогда погибло более 1200 человек. Разделочные доски, лампы, серьги и предметы интерьера. Все эти яркие изделия стали продолжением жизни сломанных роликовых досок. Необычное творение делается морская компания «Возрождённые скейтборды». Её основал Артём Шитков. «Я всегда катался на скейте, и я хотел, чтобы это было моим образом жизни. И становиться профессиональным скейтером уже было поздно. И я всегда любил работать руками». Артём начал со своих десяти сломанных досок. Сначала делал кольца, постепенно овладевал новыми навыками, изучая продукцию западных коллег. Также смотрел обучающие видео в интернате. Скейтборды делают из семи или девяти слоёв дерева. Обычно используют ценный и прочный канадский дуб. Производители окрашивают слои шпона в разные цвета. Именно поэтому у изделия Артёма такой характерный дизайн. У молодого мастера есть помощник. «Мы все катаемся, и для нас делать изделия из скейтбордов – это больше как что-то продолжение твоего увлечения. Вот ты катаешься на скейтборде, и вот это является продолжением твоего увлечения, твоего интереса, твоего хобби и как бы превращается в другую ветвь». Артём думал, что покупателями его изделий станут заядлые скейтбордисты и сноубордисты. «Как оказалось, основной наш клиент – это обычные люди, которые не относятся к скейту, и для них интересен сам факт вот этой переработки. То, что, как я уже говорил, из мусора получаются такие уникальные вещи». Изделия из сломанных скейтбордов продаёт московский магазин, который специализируется на товарах из вторсырья. «Артём мне очень понравился своими работами. Безусловно, это искусство, то, что он делает. Это очень стильно, это очень красиво. Затем, когда я познакомилась вживую с его продукцией, я поняла, что это ещё и очень качественно, функционально». При интенсивном использовании скейтборды служат недели две или месяц. Артёму присылают сломанные доски со всей России. Он подарил вторую жизнь уже 170 скейтам. И ещё около 250 ждут обработки. Изделия из скейтбордов стоят от 300 до 5000 рублей. Никакого карантина для тела. Такого лозунга решил придерживаться один фитнес-центр в немецком Гамбурге. Он установил небольшие садовые тенты на улице и предоставил оборудование для тренировок. В общей сложности установили четыре палатки у фитнес-центра и ещё три на крыше. На землю постелили искусственный газон. Так заведение пытается сохранить клиентов. «Мы стараемся быть инновационными и креативными, чтобы предложить максимальное количество услуг для клиентов. Это не заменяет тренировки в помещении. Но люди подумают, что мы действительно делаем всё возможное, чтобы они поддерживали форму. Поэтому останутся с нами». Постоянная клиентка фитнес-центра говорит, что поначалу ощущала себя как в зоопарке, поскольку на неё постоянно смотрели прохожие. Потом привыкла. «Отлично, что они вообще нашли такую возможность. Спасибо им за это. Мне всё равно, как заниматься – в одиночной или большой палатке. Я просто рада, что вообще могу это делать». На объявлении у тентов сказано, что под одним навесом могут быть только члены одной семьи, живущие вместе. И использовать можно максимум два тренировочных снаряда. Но даже такие ограничения не отпугнули людей. Для заведения это большая поддержка. «Мы потеряли более 20% клиентов, поскольку в прошлом году пять с половиной месяцев были закрыты из-за карантина. У меня есть знакомые коллеги, которые потеряли ещё больше клиентов. И это огромная проблема для индустрии. В целом, индустрия потеряла два миллиона клиентов, а расходы остались прежними». Между тем, обычные фитнес-центры Германии остаются закрытыми как минимум до 14 февраля. Это видео с детёнышем большой панды в корейском зоопарке набрало на YouTube больше 4 миллионов просмотров. Также под ним оставили более 7 тысяч комментариев. Полугодовалая самка по кличке Фубао после взвешивания обняла ногу смотрителя и не захотела её отпускать. Сотруднику зоопарка пришлось самому расцепить лапы бамбукового медвежонка. Фубао появилась на свет в июле прошлого года в зоопарке города Йон-Ин. Её родителей зовут Айбао и Лэбао. Маме 17 лет, папа на год старше. Они прибыли из Китая в Южную Корею больше четырёх лет назад. При рождении детёныш весил 200 граммов. Медвежонку дали имя, когда ему исполнилось 100 дней. А в начале января Фубао официально дебютировала на публике. Малышка будет жить в Южной Корее четыре года. Потом её отправят в Китай, поскольку он сдаёт больших панд в аренду, и всё потомство принадлежит ему. Верная собака по кличке Бончук шесть дней ждала своего хозяина в больнице в турецком городе Трабзон. Пожилого владельца зовут Джималь. Его госпитализировали из-за болезни головного мозга. Собака прибежала к больнице вслед за скорой помощью и осталась у дверей до вечера. На следующий день в девять утра пришла снова. «Наши коллеги её подкармливали. Она ни для кого не представляет опасности. Все обратили внимание на трогательное отношение между собакой и её хозяином. И все радуются за них». Иногда хозяин, лёжа в палате, звал собаку, и та отвечала ему лаем. Когда Джимали выписали, для его лохматого друга наступила долгожданная счастливая минута. «Она меня очень любит, и я постоянно скучаю по ней. Иногда я звал её из окна больницы, и это давало ей надежду». Бончук не только верно ждала хозяина, но и очень воспитанно себя вела. Она лишь заглядывала в дверь и никогда не заходила внутрь больницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова